Затейливая роспись стены потолков более позднего происхождения, но ее радостные солнечные тона навеяны народным искусством далекого прошлого. Нельзя не залюбоваться и широкими резными подоконниками. Это престольное кабинет царя. Рядом опочивальня. А это молельня. Резной золоченый иконостас, один из шедевров конца 17 века. Шло время, менялись обычаи и вкусы эпох. На берегах Невы родилась новая столица и опустили московские терема. В 19 веке старинные постройки Кремля вошли под кровлю нового великолепного здания, сооруженного группой русских архитекторов. Большой Кремлевский дворец в своей внешней отделке повторяет традиционные мотивы народного зончества. Филигранная резьба белокаменных двустрельчатых оконниц, четкость пропорций здания придают ему величественный вид. Бывшая резиденция царского двора в Москве стала местом работы высших государственных органов страны, центром ее политической жизни. Торжественный вестибюль и парадная лестница ведут во внутренние помещения дворца. Мы в так называемой собственной половине, в жилых покоях последних русских царей. Бесконечной анфиладой тянутся пышные залы. До революции их открывали лишь несколько раз в году. Теперь собранные здесь ценности доступны для обозрения наряду с другими сокровищами Кремля. Все, что дала изысканная роскошь эпохи, украшает комнаты. Изящная гнутая мебель. Драгоценная обивка стен. Замечательный русский фарфор. Это огромная люстра, точно фарфоровая песня природе, ее цветам и плодам. В соседней комнате. Камин из малахита. Это образец непревзойденного искусства уральских камнередов. Восхищение трудом безвестных русских мастеров вызывает и эта редкостная мебель. Она пышно инкрустирована бронзой и черепахой. Прославляя умения гранильщиков хрусталя, низвергаются каскады люстр. Еще большим великолепием отличаются парадные покои. Здесь особенно понятны слова Горького. Основоположниками искусства были гончары, кузнецы, ткачи и ткачихи, каменщики, резчики, оружейники, маляры, портные и вообще ремесленники, люди, чьи артистически сделанные вещи радуют наш глаз. В каждой комнате свои краски, свой стиль. Ни одна деталь не повторяет другую. Строг и торжественен Екатерининский зал, освещенный бронзовыми люстрами и хрустальными канделябрами. На стенах знаки ордена за любовь и отечество, учрежденного Петром в память прудского похода. Совсем иной по убранству и архитектуре восьмигранный Владимирский зал. Это прекрасное, изысканно отделанное помещение центральное звено дворца. По рельефу Георгия Победоносца венчает вход в Белый Георгиевский зал. Созданный в честь русской воинской славы, этот зал носит имя высшего военного ордена того времени. Восемнадцать витых колонн отлиты из цинка. На мраморных плитах высечены названия воинских частей и имена георгиевских кавалеров, среди которых прославленные полководцы и адмиралы Суворов, Утузов, Ушаков, Нахимов. Высоко под сводами статуи Победы. Они символизируют земли, искренне входившие в состав русского государства. Исполинским ковром протянулся паркет, набранный из днейших пород дерева. Его не касалась кисть художника, и тем не менее он отливает всеми оттенками красок. Созданные народу и прежде недоступны ему этот зал, как и весь Кремль, ныне его собственные. Советские люди свято охраняют памятники Кремля из глубины столетий донесшие до нас творческой гений предков.